23 февраля, День защитника Отечества. Традиционно накануне проходит встреча с командирами воинских частей. Юрий Берг отметил, что на протяжении всей истории армия России надежно защищает интересы нашей страны, а также служит гарантом суверенитета и безопасности государства. Сегодня вооруженные силы – это высокоточное оружие, автоматизированные системы управления, хорошо подготовленные кадры, сильные духом бойцы. В свидетельство этого мужество и самоотверженность российских солдат и офицеров Сирии, и в том числе наших земляков, героя России, уроженца села Городки Тюльганского района, старшего лейтенанта Александра Прохоренко, капитана Николая Афанасова из Солилецка, геройски погибших при исполнении служебного долга. Их имена навечно останутся в списках частей, в которых они служили, и в благодарной памяти людей. Военнослужащие российских частей достойно продолжают традиции своих предшественников, героев Великой Отечественной войны, поэтому не случайно оримбушцы с большим уважением относятся к людям в военной форме. Высокой оценке главы региона удостоились военные комиссариаты, которые в этом году отметят 80-летие со дня образования. Юрий Берг также отметил нелегкую работу сотрудников полиции и нацгвардии – бдительную охрану границ погранслужбы. Торжества продолжились в областной филармонии. Здесь прошло собрание и концерт, посвященный 100-летию со дня выхода декрета о создании рабоче-крестьянской Красной Армии и Дню Защитника Отечества. На него приглашены ветераны Великой Отечественной войны, герои России, руководители крупных предприятий города. С высокой трибуны губернатор поблагодарил все воинские коллективы, несущие службу на территории Оренбургской области и, конечно, поздравил с праздником мужества ветеранов военной службы. Поздравляю всех присутствующих в этом зале с одним из главных в России праздником – Днем Защитников Отечества. Это праздник мужества, чести и любви к родине. Праздник всех, кто стоит на страже интересов страны. Глава региона подчеркнул, что сейчас отдельного внимания требует военно-патриотическое воспитание молодежи. Для этого в области создан и с успехом работает Центр допризывной подготовки молодежи. Но в этой большой работе власти рассчитывают на поддержку всех представителей воинских частей и силовых структур региона. Вместе много предстоит сделать для благополучного будущего. Финальным подарком для всех, кто имеет отношение к вооруженным силам, стала большая концертная программа. Елена Давыдова, Игорь Бероев, Новости дня.